14 камер вот здесь выведены на монитор наружного видеонаблюдения. Три камеры внутреннего наблюдения у нас в этом году мы установили первый этаж. И дальше мы планируем внутреннее наблюдение продолжить установку на втором, третьем и четвертом этаже. Директор учебного заведения Людмила Иванова показывает свои владения. В 2017 году 46-ю школу закрыли на капитальный ремонт, после которого она полностью преобразилась. Остались только традиции, которые складывались десятилетиями. В таких условиях работать удобно, в таких условиях работать комфортно, в таких условиях работать интересно. И такие условия дают качественные результаты образования. Сегодня проверить материально-техническую базу школы, работу летнего лагеря и подготовку к новому учебному году приехали общественники и городские власти. Делегация проверила спортивные залы и площадки, библиотеку, учебные классы и пищеблог. Стоит отметить, что 46-я – одна из немногих школ, где питание ученикам готовят в стенах образовательного учреждения. Для этого здесь есть все необходимое оборудование. Мы прекрасно понимаем, что оборудование должно соответствовать современным требованиям, поэтому планово проводим работу для того, чтобы во всех школах постепенно его заменять. В рамках проведения капитальных ремонтов пищеблоков мы обязательно предусматриваем замену полностью всего технологического оборудования. И также в образовательных учреждениях по мере необходимости проводим замену. То, о чем мы говорим, когда рассуждаем о стратегии лидерства региона, на территории данного конкретного образовательного учреждения реализуется в полной мере. Здесь четко установлены барьеры безопасности, которые действуют и которые позволяют обеспечить действительно безопасность учащихся. Второе – физическая культура и спорт. Мы видим, что это многопрофильные залы с большим возможностями выбора той или иной спортивной игры. Сегодня мы увидели классы, спортивные залы, увидели, как питаются дети, прошли. Школа буквально недавно была отремонтирована, был проведен капитальный ремонт. И, соответственно, эта школа комфортная для пребывания учеников. Увиденным комиссия осталась довольна. Повторный мониторинг проведут в конце лета, но тогда внимания проверяющих будет приковано больше к прилегающей территории, где сейчас проходит перекладка коммуникаций, которые должны закончить до 1 сентября. Мария Левина, Николай Епифанов, События.